Искусство Мы узнали, как составить бумагу, наращивать рельеф с помощью техники папье-маше, изучили историю открытия наскальной живописи и узнали, чем и зачем рисовали древние мастера. Этот период стал открытием для нас, как когда-то стал открытием для живописи в принципе, которая никогда не будет стоять на одном месте. Если фараон любит, он создает. Если фараон ненавидит, он не может ничего создавать. Тексты пирамид. Искусство древнего Египта, где первым делом мы изучили иероглифы древних египтян, с помощью которых писали свои имена и рассказы, ведь именно в момент появления письменности заканчивается доисторический период и начинается исторический. Узнали про священное животное кошку и священное растение лотос. С воспитанниками средней группы изучили иерархию древнего Египта, которую запечатлели в пирамидах, как когда-то делали древние мастера. И, конечно же, нарисовали верховных богов. Также мы попробовали себя в пейзаже, нарисовав главную достопримечательность Египта – пирамида в долине Гиза. Будьте внимательны к своим мыслям. Они – начало поступков. Выставка, посвященная этой эпохе, состоялась в канун новогодних праздников, и мы представили ее в стиле китайского Нового года, ведь он является самым длинным и самым важным праздником в китайском лунно-солнечном календаре. Происхождение этого праздника относится к древним временам. В нынешней форме в нем отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Воспитанники научились делать оригами, веера в китайском стиле и китайские фонарики. Также научились пользоваться цветовой растяжкой от желтого к синему и красному, пройдя через все оттенки. Изобразив классический китайский храм, мы погрузились в необыкновенную атмосферу архитектуры древнего Китая. Искусство должно облагораживать людей. Максим Горький Невероятно быстрое развитие искусства в этот период дало возможность нашим юным художникам освоить одну из важнейших тем – изображение человеческой фигуры. Именно древние греки вывели идеальную пропорцию изображения человеческой фигуры, которой руководствуются современные художники. Вам представлены Олимпийские игры во всех проявлениях – борьба, скачки и бег. Воспитанники научились изображать человеческое тело в разных положениях, узнали о быте и мифологии древних греков и значении Олимпийских игр. Выставка совпала с праздником 23 февраля и посвящена самым сильному выносливому – нашим защитникам Отечества. За это короткое время воспитанники художественной студии начали видеть отголоски исторических событий тысячелетней давности в современных произведениях живописи или архитектуры. И любой поход в музей превратился для них в увлекательное приключение. Также они развили чувство прекрасного и смогли привести его в повседневную жизнь, научились отличать разные стили и познакомились с творчеством ярчайших представителей каждого периода. Дорогие мои, самые старательные и самые креативные воспитанники художественной студии Гретта Отто. Пусть мы не успели с вами пройтись кистью по всем нами запланированным эпохам, но и за это короткое время мы вместе создали потрясающие выставки и знаем, как жили, как творили мастера от доисторического периода до Древнего Рима. Спасибо вам за ваше вдохновение, за ваше упорство и за то, что ваша любовь к рисунку не смогла преодолеть даже такая сложная ситуация, как самоизоляция, ведь мы создали ее онлайн-выставку «Искусство Древнего Рима». Я желаю вам сполна насладиться летними каникулами, впитать теплые, яркие, красочные эмоции, чтобы в следующем году передавать их через ваши работы. До встречи в новом творческом сезоне! Субтитры создавал DimaTorzok